Рейтинг Путина падает Почему раньше столько людей готовы были позитивно отнестись к действующему президенту? Ну, конечно, те, кто всегда воевали с Путиным, всегда его ненавидели, они утешали себя тем, что люди дураки, например. Хорошее объяснение. Или что зомбоящик, телевизор, пропаганда дурят людей и все вот так вот хлопают глазами, распустили уши и воспринимают любую ложь и чушь всерьез. И верят, что он летает со стерхами и ныряет за древнегреческими вазами. И вот они вот сидят, открыв рот, восхищаются. Ну, наверное, такие люди есть. Наверное, даже еще будут, потому что ни одно общество не застраховано от идиотов. Ну, давайте подумаем о том, что на самом деле все-таки наше общество состоит, ну, хотя бы, ну, не сплошь из идиотов, что какая-то часть общества, которая поддерживала Путина, все-таки о чем-то думала. И вот тогда вопрос, о чем же она думала? Причем, заметим, что на протяжении многих лет возникала ситуация очень интересная, очень парадоксальная. Когда людей спрашивали, поддерживаете ли вы то или иное решение правительства, а часто даже решение президента, они говорят, нет, категорически нет. Когда людей спрашивали, а как вы относитесь к действующей власти, они отвечали весьма скептически. Когда вы спрашивали, как вы относитесь к Единой России, тоже без особого восторга. А как вы относитесь к тем или иным социальным мирам, да очень плохо относимся, и так далее, и так далее. То есть, казалось бы, люди не поддерживают ничего, ничего, ничего. Или, по крайней мере, почти ничего из того, что власть делает. И при этом поддерживает самого главного в этой власти, того самого Путина, который, в конце концов, подписывает все эти решения, и который закрепляет всю эту политику. Ну что, у нас весь народ был в состоянии шизофрении? Что у нас все свихнулись? Или все были такие уже полные идиоты? Или что у нас тут все верили в эту дурацкую сказку про доброго царя, которому мешают злые бояре? Давайте скажем честно, все гораздо сложнее. Потому что, на самом деле, власть неслучайно все время напоминала всем про 90-е годы. И случайно пугала временами Ельцина. А что такое времена Ельцина? Это времена, когда либералы не просто были у власти, но и формулировали официальную идеологию. Они проводили свою экономическую политику, но одновременно они формулировали принципы политической идеологии, принципы, которые доминировали в телевидении. Они говорили о том, что мы должны думать, и их идеология была официально приглашена идеологией власти. Идеология Путина была несколько иной. Идеология Путина состояла в том, что мы отходим от 90-х годов, мы заботимся о социальных интересах, мы всех успокаиваем. В это время, конечно, объективно ситуация улучшалась. По двум причинам. С одной стороны, более дорогая нефть, и это дало деньги бюджету. А с другой стороны, просто после катастрофического спада экономики в 90-е годы начиналось восстановление. После восстановления, после спада всегда мы видим экономический рост. Это нормально, это логика капиталистической, да и вообще, по-моему, любой экономики. По крайней мере, экономики, которая не ушла уже в окончательную, безнадежную, тотальную катастрофу. То есть вы всегда видите экономический рост, подъем, и власть демонстрировала этот подъем. И, кстати говоря, население жило немножко лучше. И вот это вот сочетание некоторых реальных улучшений со страхом перед либеральной политикой прошлого давало основания для доверия к Путину. Потому что Путин был тот человек, который обеспечил нам, казалось бы, некую стабильность и благополучие, но самое главное, защитил, как думали люди, нас от следующей волны либеральных реформ. Но на самом деле все было несколько иначе. Власть только взяла передышку для того, чтобы потом снова взяться за старое. И никаких радикальных перемен в стране не произошло. Никакого радикального пересмотра курса не было. Более того, не было никакого путинского курса. Была путинская передышка в рамках все того же либерального курса. И вот последние несколько месяцев показали, чего власть в самом деле хочет. Они продолжают ту самую политику, которую они вели и в 90-е годы. Ее продолжают, кстати, те же самые люди, потому что они никуда не делись. А что случилось с Чубайсом, допустим, Анатолием Чубайсом, который был архитектором реформы? Да ничего с ним не случилось в полном порядке. А господин Кудрин, который тоже был из той же команды, даже в какой-то момент делал вид, что он будто бы оппозиционер. Где он сейчас? Он опять во власти. А, собственно, откуда сам Путин? Откуда сам Медведь? Все эти люди. Откуда они? Они все оттуда же. Передышка кончилась, они снова взялись за даже не просто либеральные реформы. Они взялись за нас. Потому что они дали нам немножко накопить жирку, немножко отрастить шерсть. И теперь у нас будут стричь, доить и резать. Потому что мы уже созрели для этого. И вот тут-то граждане начинают понимать, что произошло. Они начинают понимать, что Путин не защищал их от либералов. Потому что Путин прикрывал либеральную систему, которая всегда была у власти. Неолиберальную экономическую систему. Я говорю не о политических либералах, которые честные, наверное, даже искренне говорят, что они за свободу, за всякие хорошие, благие вещи. Нет, мы говорим об экономических либералах, которые сидели всегда в правительстве. Ни одного дня не было в правительстве Путина, чтобы эти люди там не сидели. Короче, люди думали, что Путин защищает их от либералов. На самом деле, Путин защищал либералов от них, от нас, от населения, от страны, от граждан. Потому что он прекрасно знал, и все они прекрасно знали, что эту политику общество не принимает. Нужен был кто-то, кто все это прикроет. Кто-то, кто все это хоть как-то облагородит. И вот эта политическая ширма, она и называлась Владимир Владимирович Путин. Сейчас эта ширма рухнула. И надо понять, что если мы действительно хотим покончить с неолиберальным режимом, с режимом приватизации, с режимом разрушения социальных завоеваний, с режимом, который работает на то, чтобы превратить нас не просто исключительно в продавцов рабочей силы, но в бесправных поставщиков рабочей силы, на рынок, где условия диктуют работодатели и просто олигархи, то нам нужно избавляться, нет каких-то абстрактов, только либералов в правительстве, нам нужно избавляться от всей этой системы власти. Население разочаровано в Путине. Они, господа в правительстве, нас обманули. Нет, друзья мои. Мы сами, как общество, давали себя обмануть. Очень многие из нас этого хотели. На протяжении многих лет наш канал и наш сайт пытались это объяснить. Теперь это стало уже практически банальностью. Мы практически никого уже ни в чем не убеждаем, ни в чем не пытаемся даже ни за что агитировать, потому что все уже и так ясно. Можно ходить с белыми источками и говорить, зачем писать и так все ясно. Вопрос в другом, что делать дальше. И вот самое интересное начинается сейчас, потому что, в общем-то, от любви до ненависти, как известно, один шаг. Именно те люди, которые вчера еще верили в Путина, они становятся самыми большими его ненавистниками, самыми большими его врагами. И вот тут надо еще раз сказать. Да, Путин – это зло. Но Путин – это не главный источник зла. Путин – это то условие, при котором зло будет продолжаться. Поэтому, да, он должен уйти. Но его уход не изменит систему. Поэтому нужна систематическая борьба против системы. А для этого нужно организовываться, объединяться самим. Нужно делать ставку на собственные силы, а не на доброго дядю, который где-то сидит в Кремле или еще где-то. Не ждать, когда придут какие-то лидеры, которые придут за собой. Нужно самим становиться лидером. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok